В этот день 1 сентября родились царица Наталья Нарышкина, мать императора Петра I, Иннокентий Анинский, русский поэт-драматург-критик. В этот день 1 сентября 1612 года началась битва на Девичьем поле, решающая сражение за Москву, занятую польско-литовскими интервентами. «Простите у Бога милости и призывайте на помощь крепкую нашу заступницу и святых и небесных сил, и всех святых, и отринуть от себя женскую немощь, и воспринять мужескую храбрость, и стоять противо врагов Божиих и наших губителей крепко, уповая и на Бога, и на Пречистую Богородицу». Это из послания святейшего патриарха Ермогена ко всей Руси с призывом очистить столицу от непрошенных гостей. К осени 1612 года уже два года, как польско-литовский гарнизон стоял в Кремле. Официальный русский царь Василий Шуйский находился в плену в Речи Посполитой. Рассерженная Россия ответила летом 1612 года походом на Москву. Русское ополчение знаменитых Минина и Пожарского осадило Кремль, где сидел гарнизон Александра Гонсевского. А на выручку осажденным уже спешила крупная войска Гетмана Хаткевича, до 12 тысяч человек. Больше, чем было у Пожарского. Даже русский летописец не мог скрыть восхищение внешней мощью этой армии, отборная сила Речи Посполитой. Все выеха ша окованы с бруями, яка вода колебашася и шеломы наглав их, яка прекрасная заря светящаяся, блистание сабелей, яка молния. 1 сентября 1612 года и началась битва на Девичьем поле. Первоначально полякам сопутствовал успех. К тому же осажденные в Кремле их собратья помогли Хаткевичу, совершив вылазку. Но если с последней русские ополченцы быстро справились, то с основными силами Гетмана затянула скоропролитная схватка. Она проходила среди печей и церквей разрушенного земляного города, в сущности, несколько дней. Это было сродни чуду, что ополчение, состоявшее отнюдь не из профессиональных воинов, сдержало натиск, заставило отступить Хаткевича за Москву-реку к Донскому монастырю. Потом тот и вовсе покинул окрестности столицы. Это его поражение обрекло польско-литовский гарнизон на погибель. Спустя месяц он сложил оружие. 1 сентября 1714 года в Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в России публичная библиотека, ныне библиотека Российской Академии Наук. 1 сентября 1900 года открыт Павелецкий вокзал в Москве. 1 сентября 1933 года умер исповедник-пресвитер Николай Лебедев. По меньшей мере трижды большевики арестовывали отца Николая, священника из села Власиево под Тверью. Он где ведет контрреволюционные речи. В 1929 году за любимого пастыря встали жители сразу нескольких деревень. Их письмо к власти как нельзя лучше описывает жизнь и заслуги этого низаурядного человека. Священник Николай Васильевич Лебедев во время своей 35-летней пастырской деятельности проявил себя как общественный деятель. Борясь с грубостью, хулиганством и пьянством, закрыл существовавшие у нас кабаки, открыл вместо них две школы. Открыл общество трезвости, спасая людей от погибели и разврата. Те средства, которые получил от трезвенников, он не брал себе, а вкладывал их на другое полезное общественное дело – детский приют, основанный им на 40 человек беспризорных детей. Кроме того, он организовал кредитное товарищество, обслуживающее 33 деревни, распространяющее семена, земледельческие орудия. Заступничество сотен людей не помогло. Священник был приговорен к трем годам лагерей, потом к ссылке на севера. Там и погиб, в суровом краю, погребли его в безвестной могиле. 1 сентября 1330 года со вторжения Германии в Польшу началась Вторая мировая война. 1 сентября 1445 года закончилась Курильская десантная операция, фактически последняя во Второй мировой войне. 1 сентября 1883 года произошел инцидент с южнокорейским самолетом, приведший к многочисленным жертвам и международному скандалу. Это был Boeing 747, который летел из Аляски в Корею. По какой-то причине он отклонился от курса и вместо того, чтобы идти вдоль советской границы, пересек ее и пошел вдоль мощной системы ПВО СССР над советской территорией. Взлетевший на перехват Су-15 летчика Геннадия Осиповича произвел серию предупредительных выстрелов, но Boeing никак не отреагировал. И тогда летчик произвел те самые убийственные пуски ракет. Осипович до конца жизни был убежден. Я сбил не пассажирски, а разведчика. Советские маршалы уверяли, что это была тщательно продуманная американская провокация. Однако гибель более чем 250 человек произвела международный скандал. Добавим к этому, что на борту Boeing был даже американский гангрессмен. За все 1980-е годы это был, вероятно, самый напряженный и трагичный эпизод Холодной войны. Таким был этот день 1 сентября. Редактор субтитров А.Семкин